ребятушки добрый день мои хорошие уже спустились на паркинг и сейчас поедем в этот макс сейчас заводит машину поедем на рынок закупимся купил апельсинок мандаринок каких-то овощей прикупим не знаю хотели поехать в субботу на шашлыки но что-то погода совсем не радует сегодня так пасмурно если будет такая же погода посмотрели что солнышко пока я что-то не видать как она будет до восходы хорошая погода но уже маска прикупили танюшка же подарила пахала теперь нужно всего до проверить так вот сейчас вам покажу вот такой вот у нас подземный паркинг у каждого и у каждого есть практически да ну есть не пары мест да вот тут вот где нет кладовок а тут у нас кладовки и у нас появились новинки нам написали на дверях вынесли объявлению чтобы не хранили никакие ценные вещи потому что начали появились кражи до папуль до машины начали бомбить и кладовки вот так что такого такого не было но сейчас вот видите то надо ставить видеокамеру дело в том что самое главное что не разрешают подставить камеры наблюдения у нас у юли украли этот здесь на паркинге украли велосипед мы подошли к этому председателю урбанизации и хотели этот ну разуздать все это хотели на свою на свой паркинг место именно на свою кладовку все то не ночью чтобы поставить видео камеру видеонаблюдение мне разрешили цели запрещено вот так вот соседа разбили стекло до вытащили сумку с машины и так . можно только все будет гудеть вентилятор так он ничего не смог доказать видишь потому что как-то вот как из того что я наблюдаю они сами не не борются с вот этими вот кражами ну то есть нет вот такой вот строгости там к жарю даже вот он подошел решить этот вопрос и что ему сказали и гулять никто этим заниматься не будет ну и все я не знаю тут надо должны тебя прямо за руку поймать это даже вот эта история у меня конечно на канале сейчас много новеньких да я эту историю рассказывал еще ранее когда еще не было в диагнозе да когда мне приходилось там работать с одной женщиной до которая которая со мной убиралась и она так изрядно вынесла с этого дома и когда она положила свой свой чемодан прошу прощения телефон перебил вот и этот и получается у нее был чемодан она горит можно я тебе положу в багажник да и ты когда будешь ехать домой она там недалеко от меня живет и ты мне подкинешь окей и как я же то не знала что в этом чемодане ворованные вещи при том что хозяйка и разрешила взять чемоданы какие-то мне нужные для нее вещи в общем она разрешила ей взять с собой но когда уже хозяин кинулся и заметил уже ценные вещи которые пропали до вызвали полицию естественно разворачивали всю мою машину из багажник и все это и полиция сразу сказала если здесь не находится на ворованного там на 600 евро то типа ничего ей не будет что вы думаете такие отпустили ничего и не было так что вот так и спалилась ночью на бутылке дорогого вина хозяин получается коллекционирует очень большая была коллекция именно таких и дорогих винтом и как раз они у него было две бутылки вина его года рождения до 79 и ее восемьдесят второго года и надо оказывать она оказалась алкозависима да так куча была вискаря открытого и действия буха никто даже не заметил и виски же было хорошим видеть а там было все и виски и ром и и джин и там там было столько всего она бы могла бы уже раться дорога дэй коллекционным винишком ну на этом и спалилась но такое бывает в жизни огорченную пасть вот так все вот мы уже и приехали крюку так на машине две минутки вот пару минут всего лишь видео да а мы уже на месте когда идешь ногами кажется да не конца не ну в горку то так сложно что пойдем прогуляемся единственно что сейчас ребят и еще раз вам хочу сказать тот кто мне пишет за отдышку если вы в диагнозе да то вы сами должны прекрасно понимать что химиотерапия дает очень сильную побочку очень сильную это отдышка и точно так же авастин дает большую побочку это отдышка это тот кто в диагнозе мне кажется это должны знать это как отче наш и на сегодняшний день это я хочу сказать что у меня одышки нет от слова совсем и лишний вес тут вообще ни при чем так что не несите пожалуйста ересь вот так а если вы не в диагнозе а просто хотите проветрить рот ну это глупо потому что если вы не находитесь диагнозе вам этого не понять и не находитесь послушали а если кого-то раздражает то тогда просто закрыли видео и все лучше всего будьте здоровы и чтобы у вас не было ни одышки ни задышки не лишнего не хватки да папу вот и еще что еще раз хочу сказать что по поводу да это иммунные и умунные и таргетные я уже замучилась в прошлом видео говорю и в этом наша песня хороша начинай сначала я не знаю как называется это у вас в россии в украине или еще что-то я не думаю что мой врач глупее дурнее или или еще что-то чем вы считаете я вам говорю что у меня и тем более на обходном листе моем везде и везде написано иммунотерапия и врач говорит что это иммунотерапия пусть если ваша душа будет желать этого и вы от этого будете счастливее то пусть для вас будет таргет на я буду для вас лично говорит таргетная но у нас это говорится иммунотерапия иммунотерапия вот и на этом я вставлю точку и просто буду эти комментарии игнорировать все вам всем мира добра а я пошла на закупочку рассчитываю на то что будут сегодня вкусненькие помидорчики огурчики что хочется салатика такого а куда ты пошел а закрыть до все пойдемте какие авокадо красивые авокадо 299 манго ананасики по евро пятьдесят что ты хочешь здесь покупать построить лук еще в очередь будем стоять за луком пойдем сначала разберемся по пульту такую крупненькую что там такая мелкая там не крупнее было у того мужика мужика а какая разница это было самое вот так вот снизу какая-то синя такая длинная какая-то такая странная вот такая вкуснятина гратиас гратиас лук цветная капусточка по евро 20 что-то рынок сегодня немножечко дороговатый такой ты выбор какой-то слабенький субботу зима хотим взять перчика вот это больше парочку возьмем перчиков если что чтоб запитать на на костре аккаунта колобасе на это колобасе на евро девяносто за си евро девяносто он сам есть клубничка пленка фреса блин пошли евро ну по такую мы можем по такой цене мы можем и в магазине взяда клубника да это не добирай нет этот стой стороны куклы хочу взять цукини взял такие вот три штучки тоже на костре не знаю беру все беру все на на природу но это поедем или не поедем я не нарывал они все тут такие молоденькие все хочешь поменять на тот да он дыньки продают две дыньки 3 евро куча-куча вкусняшек откуда в испании апельсины до папа апельсин что-то сегодня вообще здесь он перчик желтый ну помнишь такой специфический был помнишь то когда мама моя передавала в больницу нам показалось мало перца мы еще решили взять желтенького красненького в общем любители искусства берем апельсины на сок что-то моему мужу все не такое все не то хочет с какими-то с какими-то бабочками чтобы сладким должен быть пять килограмм апельсин 3 евро вот это чтобы с лавочкой это просто обветку она придавилась ну тут не поспоришь и низ такой широкая попка чем испания славится славится турон аликанте это миндаль карамелью и а это белое я не знаю что-то такое вот и вот сна все ребятушки закупились не то что все не то что хотелось чему привыкли нет наших огурчиков спрашиваем почему нет фрио для помидоров наших фрио то есть это холодно холодно вот что это были слишком холодные дни и этого нет купили немножко что есть сейчас единственное что хочу еще зайти в магазин посмотреть в магазине помидоры потому что на рынке просто не с чего было выбрать вот а если что-то такое в общем какие то помидоры все в болячках зачем мне такая как говорится экономия я сейчас переплачу каких-то там 50 центов в магазине зато я выберу то что мне надо то что хочу я они из чего можно выбрать спрашивали в каком-то магазине берешь сметану вот здесь магазин аудио в этом магазине покупаю так как стом укладывается я пошла еще прогуляюсь по магазине ребята зашли еще по пути в магазин и купили вот такие две подушки мальчишкам потому что у них такие страшные и на матрас не купила то есть я купила уже данную такой дорогой матрас все никак не могу купить на него на матрасник чтоб не загадить и пацаны себе купили такие вот подушки пикалина хотела себе тоже но не было было только две только две и очень хорошо хорошие были на них скидки 50 процентов получается так она стоила 75 евро подушка это минус 50 процентов у нас уже такие просто ужас гости когда приезжали ночевать аж страшно было доставать так потому что были такие скажем так дешевенькие самые такие на первое время нынче у него ничего не бывает временного как постоянного максим максим короче ладно я пошла в магазин сюда потому что за паркинг надо заплатить все закупились уселись дома хоть не выходи к сидишь дома так пока и деньги только вышел все сейчас едем за учеником нашим школу и будем чего-нибудь готовить еду гонила школа сейчас прозвенит звонок через 10 минут все и домой наше солнышко вышло уже отучился наш ученик бежит никогда не видит этого солнышко привет мы чуть-чуть а портфель растет хочу у тебя портфель пятерки по выпадают сейчас я портфель открыт я тебе нет я тебе я тебе только купил это новый портфель чё офигел давай мама себе шашлыки мне купила на шашлыки спасибо тебе сок тебе воду с крана все ребят такой вот у нас день забрали учеников даже собаку водой с крана не кроешь ну так уж не собак ты что я намекаешь что я даже собаке проигрываю дашь мне сказать или нет или ты будешь все время перекрикивать и перебивать все всем вам хорошего дня всем прекрасного настроения мира добра и будьте добрее будьте добрее жизнь настолько коротка что вы себе даже не можете представить и абсолютно не хочется находить время на ссоры на разборке лучше жить и брать от жизни все все пока пока до встречи до встречи